Звучит музыка Звучит музыка А может быть это определение косинуса? И вот эти люди, они начинают рассуждать о золотом сечении, о числах Фибоначчи, о связи. Ничего не понимаю в математике, вообще в естествознании, в науке. Вот только какие-то разговоры. Значит, математика это очень обширный предмет. Я имел касательство к этому предмету. Возьмите логику. Логика буля. Логика высказываний. Логика предикатов и кванторов. Логика вот формальная двузначная такая. Логика трехзначная, многозначная. Логика вероятностная. Ну, есть вот в 20-м, в прошлом веке, в 19-м очень много говорили о логике диалектической. Она, я ее не признаю, это спекулятивная логика. Написано о ней много. И я знаю о ней много. Хорошо знаю Гегеля. Это только логика. Возьмите теорию множества. Там парадоксы интересные. В логике там тоже много интересного. Например, парадокс лжеца. Его решения предлагаются различные. Возьмите теорию групп. Там тоже очень много интересных математических объектов. Например, группа вращения тетраэдра и косаэдра. Это платоновые тела. Там есть очень любопытная группа Матье. Возьмите теорию графов. Там тоже самое. Огромная-огромная область знаний. Теория фракталов. И так далее, и так далее, и так далее. И вот люди, которые ничегошеньки не понимают, не смыслят в математике, и, как я говорю, вообще в науке, у них мышление какое-то такое мистическое, иррациональное, средневековое. Они начинают вот рассуждать. Значит, я хочу в этой лекции коснуться вопроса о связи золотого сечения. С одной стороны, чисел Фибоначчи, с другой. И вот опрокинуть эту проблему на то, что мы имеем в связи с природой, красотой ее, например, там, с устройством спирали Вселенной, расположение зернышек в шишке или семечек в корзинке этой подсолнуха, и так далее, и так далее. Что тут такого вот, ну прямо-таки, о чем интернет бурлит? Об этом речь сейчас пойдет. На этом плакате продемонстрировано золотое сечение. Исходный отрезок С, его нужно рассечь таким образом, на две части, чтобы большая часть А относилась к меньшей части Б, точно так же, как С, то есть весь отрезок, к большей части его, к А. Вот внизу, под отрезком, здесь это выписано, пропорция. Если вы возьмете отношение А к Б, вы будете иметь вот это золотое число. Его обозначает большой буквой С, 1,618. Ну, там иррациональное число, бесконечное. А если вы берете меньшую часть к большей, то вы получаете 0,618. Вот это удивительная вещь, что после запятой все знаки иррационального числа повторяются. Это является таким характерным признаком золотого числа или золотого сечения. Если С, вот в красном надпице сейчас смотрите, если С равно 1, то А будет равно 0,618, а Б 0,382. Ну, тоже такое число иррациональное. Отношение, вот следующая строчка, Б к А, опять равно 0,618. Почему? Да потому что А в квадрате, ниже нижняя строчка, то есть 0,618, возведите в квадрат, и вы получите Б, число 0,382. Это удивительное считается отношение, то же самое для золотой пропорции. Единица на Б, посмотрите на число, 2,618. Если вы извлечёте корень из этого числа, будет корень из единицы, делённая на Б, то будет 1,618. Вот эти числа, 0,618 и 1,618, выражаются через дробь, она голубой вот тут выделена. Это очень такое характерное, часто приводимая форма золотого сечения. Единица минус корень квадратный из 5, делённая на 2, это вот 0,618, и единица плюс корень квадратный из 5, делённая пополам, это единица. Большое число 1,618, фи большое обозначается, 0,618, фи маленькое, принято международное обозначение. Это вот, посмотрите, взгляните на второй плакате, который вот тут адрес указан, можно посмотреть на сайте на моём. Значит, что такое золотое сечение? Если вы берёте круг, вписываете в него правильный треугольник, проводите линию параллельную, вот нижнее основанию треугольника, то отрезок А, Б, Б, С будет рассечён стороной треугольника в отношении золотой пропорции. Следующий, второй рисунок. Тот же круг. Там проводите диаметр этого круга и рисуете на нём квадрат. Если квадрат упирается на этот диаметр, то получаете, опять же, отношение А к Б, к Б, С, как вот на предыдущем рисунке. Тоже самое отношение. 0,618, 0,382. Третий рисунок. Пентагон. То есть, если звезда, то у него, понятно, отношение А к Б, к Б, С является. Вот эти треугольные квадраты Пентагона, пятиугольная звезда, это известные такие отношения, видимо, Пифагора они были известны с античных времён. С античных времён и два следующих нижних рисунка идут. Значит, здесь показано вот циркулем. На первом это тут треугольник такой золотой, А, Б, показано отношение. Ну и прямоугольник тоже золотой с соответствующими отношениями. Не буду рассказывать, как строится. Тут, в принципе, легко понять по этому чертежу, но сейчас не будем застрять. Способов очень много. Вот один из способов. На третьем я показываю чертежи. Третий чертёж. Берёте квадрат, вписываете в него круг. В этот круг ещё один квадрат, ну, развернутый на 145 градусов. Вот здесь вспомогательные линии. Это красные, ну, красноватые, пунктирные линии. А золотое сечение получается в точках, вот смотрите, M отрезок L, вот этот отрезок синим он обозначен, точка K делит этот отрезок как раз вот в отношении фи большой. То есть вот если L, K разделить на длину K, M, ну и получится 1,618. Вышла марка любопытная. Здесь на этой марке приводится два чертёжика. Вот тут этот, значит, под ценой марки, тут сразу чертёжик, ну вот полукруг, и круг в него вписан, и такая линия проведена. И ниже, значит, под рукой у витруийского человека, у него тоже любопытные здесь есть отношения, можно разобрать. Лука Пачорли в книге «Сумма», о которой мы говорили на прошлом лекции, в предыдущем фильме, даёт два числа, которые соответствуют, в общем, золотому сечению. Это вот корень квадратный из 125 минус 5 и так далее. И второе число, значит, корень квадратный из 180 минус 6 и так далее. Значит, в принципе, это число 1 плюс корень квадратный из 5 пополам. То есть это 1,618, но зашифровано. Если его расшифровать, то по аналогии можно составить, например, такие числа. Корень квадратный из 80 минус 4 делённое на 12 минус корень квадратный из 80 и следующее число, корень квадратный из 245. Чтобы это проверить, нужно просто приравнять. Вот возьмём число корень квадратный из 80 минус 4 и так далее и приравняем к числу 1 плюс корень квадратный из 5. То есть здесь мы имеем то же самое золотое сечение, выражено в числах, но вот таким тайным, что ли, кодом. Есть другие числа. Вот типичное корень квадратный из 3 плюс корень квадратный из 5, делённое всё пополам. Это тоже число 1,618. И таких, как мы говорим, геометрических способов выражения золотого сечения много различных. И вот в виде арифметических формул тоже много выражений для одного и того же математического факта. Так, я не успеваю рассказать о числах Фибоначчи и о сознании, о связи чисел с золотыми сечениями и с природой Вселенной, парах подсолнухами, шишками, цветочками и так далее. Я не успеваю. Начинать не буду. Значит, послушал я то, что уже проговорил. Нашёл сразу очень много ошибок. Квадрат вписывается не в круг, а в окружность. Квадрат поворачивается не на 145 градусов, а просто на 45 градусов. Ошибаюсь. Тороплюсь и ошибаюсь. Но я думаю, это не должно влиять на понимание сути дела. Я почему-то тороплюсь, не знаю. Мне кажется, за 15-14 минут хочется что-то сказать, не успеваешь. Но исправлять не буду. Привыкните. Потому что исправляешь, допускаешь новые ошибки. Так что давайте до следующей лекции, до 11-й лекции, которая тоже дня через 2-3 выйдет. Привыкните. Продолжение следует...